Получив, наконец, возможность общения, Анна немного поведала о себе. Она, друзья, оказывается, горожанка. Её далёкие предки проживали в небольшой рыбацкой деревушке, вокруг которой со временем образовался город. Спустя много лет в нём и появилась наша Аннушка. Но давайте, друзья, всё по порядку. Из истории мы помним, что первые средневековые города окружались земляным валом и деревянным частоколом. Более поздние уже обносили одной, двумя, а то и тремя каменными зубчатыми стенами с круглыми башнями. В город можно было попасть только через подъёмный мост и узкие ворота, которые на ночь надёжно закрывались. И да, попасть в большой город было не так-то просто. Бесплатно входить и покидать его могли только жители. Гости же должны были прямо у ворот внести определённую плату. С простых путешественников брали небольшую сумму, а вот купцов отбирали по полной. В каждом городе имелся свой прайс, согласно которому тот или иной товар облагался разными пошлинами. Возле городских ворот возвышалась виселица с телами повешенных. Предостережение для тех, кто не ладит с правосудия. Кстати, в средние века, когда ещё не существовало полиции и запретов на оружие, преступность процветала. Это было серьёзной проблемой для любого средневекового городка. Зачастую ограбления и другие печальные происшествия случались по ночам. В отчаянных попытках побороть преступность власти вводили комендантский час. Каждый день, незадолго до захода солнца, раздавался звон, оповещающий о закрытии городских ворот. После этого войти или выйти из города не представлялось возможным. Кроме того, все жители должны были разойтись по домам. Тех, кто засиделся в трактире, владельцы заведений выталкивали на улицу, где курсировали ночные надзиратели. Блюстители порядка, коими становились добровольцы, отводили нарушителей в тюрьму, равно как и всех тех, кто без уважительной причины находился на улице после оповещающего звона. Исключение делали только почтенным горожанам и тем, кто работал допоздна. От ворот в город вела улица, проложенная кое-как, и, конечно же, немощенная. Мостовые появились в европейских городах лишь в конце Средневековья, и то их было мало. Посреди проезжей улицы сточная канава с навозной жижей, вытекающей из отхожих мест. В жару на улице нечем дышать из-за пыли и вони, а после дождя по ней ни проехать, ни пройти. Приведу несколько цитат. Улицы были ужасны своей грязью. Да и теперь мостовая появилась только кое-где, только перед домами знатных и богатых граждан. На наше счастье уже несколько недель стоит сухая погода. Но если бы вы пожаловали сюда в дождливую пору, вы махнули бы рукой и ушли, не осмотрев города. Взгляните на этот богатый дом, на остроконечной черепичной кровли его, жестяной флюгер, на докованной железом дверью прибитые оленьи рога. А видите вы эти желоба, оканчивающиеся разинутыми львиными пастями. Из них в дождливую пору вода выбрасывается на самую середину улицы и скапливается здесь в грязных лужах. Впрочем, значительную часть воды заставляют лезться в особенные водоместилища. Если такая погода выпадает на какой-либо праздник, то монахи ближнего монастыря откладывают назначенные заранее церковные процессии по случаю уличной грязи. Члены городского управления отправляются тогда в ратушу в деревянных башмаках, надетых на обувь. Эти башмаки играли роль современных галуш и снимались с ног при входе в здание ратуши. Собственно говоря, эта дополнительная обувь вовсе не была башмаками, хотя и называлась так. Она представляла собой просто деревянные подошвы, прикреплявшиеся ремнями к сапогу, напоминая таким образом древние сандалии. Знатных и богатых людей в случае особенно большой грязи носят на носилках. Уличная грязь особенно увеличивается еще от того, что, несмотря на строгие постановления и требования городского совета, жители города никак не могут расстаться со своими крайне неудобными для общежития привычками. Все лишнее и все ненужное без зазрения совести выбрасывается ими на улицу. Только в особенно важных случаях улицы средневекового города закидывали щепнем или устилали с соломой. Причем каждый из городских обывателей покрывал соломой часть улицы, прилегающую к его жилищу. Жители домов выплескивали все содержимое ведер и лоханок прямо на улицу. На горе зазевавшемуся прохожему. Застоявшиеся помои образовывали смрадные лужи, а неугомонные городские свиньи, которых было великое множество, дополняли картину. Ночные горшки продолжали выливать в окна. Ванная комната была редчайшей роскошью. Блохи, вши и клопы кишели как в Лондоне, так и в Париже. Как в жилищах богатых, так и в домах бедняков. Так что можно сделать вывод, что в городах средневековой Европы царила чудовищная антисанитария. Заметим, что этот факт оказал непоследнее влияние на моментальное распространение чумы и других эпидемий, уничтожавших порой население почти целых городов. К тому же напомню, что и к личной гигиене отношение было специфическим, а именно мытью считалось грехом и серьезным проступком, недостойным истинного христианина. Королева Испании Забыла Кастильская признавалась, что за всю свою жизнь мыло всего два раза при рождении и в день свадьбы. А дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Папа Климент V погибает от дизентерии, а папа Климент VII мучительно умирает от чесотки, как и король Филипп II. Герцог Норфулк отказывается мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги, дождавшись, когда он напьется мертвецки пьяным, еле-еле его отмыли. К тому же средневековые города были буквально наводнены крысами, которые, как известно, являются переносчиками опасных заболеваний. Кошки же были практически истреблены под тем же религиозным соображением, так как считались слугами дьявола. Этот факт нашел отражение в немецких сказках и легендах, где рассказывается о городе, в котором не было ни одной кошки. И крысы практически вытесняли людей из города. Помните, друзья, на моем канале есть легенда о крысолове. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Дома имели несколько этажей. Для экономии площади устраивались выступающие верхние этажи. Такой способ застройки делал улицы очень узкими. Наиболее типичная улица шириной в 7-8 метров. Такова, например, ширина важной магистрали, которая вела к собору Парижской Богоматери. Маленькие улицы и переулки были значительно уже, не более 2 метров. А во многих старинных городах встречались улочки шириной и в метр. Одна из улиц старинного Брюсселя носила название «Улица одного человека», свидетельствующая о том, что два человека не могли там разойтись. Уличное движение составляли три элемента. Пешеходы, животные, повозки. Анна вспоминала, как по улицам города часто гнали стада. Городские власти старались препятствовать чрезмерному сужению улиц. Известен способ, которым определялась надлежащая ширина городской улицы. Периодически по улицам города проезжал всадник, держа в поперечном положении палку или копье определенной величины. В тех случаях, когда копье или палка определяли незаконность какого-либо сооружения, последнее осуждалось на слом, а виновники сужения улицы подвергались денежному штрафу, характерному для Средневековья, когда подобные штрафы были особенно популярным видом наказания. Город, не будучи в состоянии разрастаться в ширину, или, по крайней мере, разрастаясь с величайшим затруднением, успешно растет вверх. Для различных сооружений нужны были различные материалы. Например, тесаные звездковые камни, добываемые в каменоломнях, использовались для строительства городской стены. Для соединения камней использовали глину, которую приносили из глиняных карьеров, располагавшихся недалеко от города. Для лесоматериалов зимой заготавливали древесину. Для получения связующего вещества для строительного раствора устраивались печь для обжига известняка. Это были круглые, выложенные камнями печи, в которых известь нагревали до высоких температур. Перемешанная с водой известь из обожженной извести превращалась в гашон, которая служила свежующим веществом строительных растворов. Во времена Средневековья уже существовали различные строительные профессии. Каменщики, каменотесы, плотники, кровельщики, а также простые рабочие, носильщики и растворомешальщики. Церкви представляли собой роскошные здания и были самыми стабильными сооружениями. Они служили не только для церковной деятельности, но и являлись архивом, сокровищницей и местом суда. При строительстве церкви или монастыря прежде всего строили помещения для хора и алтарь с реликвиями. Для рабочих устраивали бараки, так же, как и жилые помещения и спальни для священнослужителей. Однако известны случаи обрушения соборов. Например, в конце XIII века рухнули своды соборов в Бове, высота которых достигала 48 метров. Дома в средневековом городе не имели номеров и обозначались с помощью различных изображений, как то медведь, волк, меч, заяц. Дома его владелец носили одно и то же прозвище. В центре города находилась ратуша. В критические минуты с башни ратуши звонил колокол, оповещая о пожаре, созывая ополчение или напоминая о наступлении времени гашения свечей в домах жителей. Ратуша, как правило, находилась на площади. От центра города расходились четыре главных улицы, которые вели городским воротом. Главные улицы пересекались старостепенными. На каждой из них селились горожане, занимавшиеся одним и тем же занятием. Что касается отдельных домов, то они различались в зависимости от материального положения хозяев. Дом городского жителя являлся составной частью городской архитектуры. Самые старые дома были построены еще из дерева. Их только в XIII веке сменили каркасные и каменные. Каменные дома могли позволить длить себе только зажиточные люди. В XIV веке большинство крыш еще покрывалось деревянными досками или кровельной дранкой, которые сверху утяжелялись камнями. Из кирпича строились только самые значительные здания города. Общим было то, что центральным местом каждого дома был очаг на кухне, выполненный из глины. Зимой для многих людей кухня была единственной жилой комнатой, так как ее можно было обогреть при помощи печи. И только богатые люди могли позволить себе кафельную печь. Из-за страха вторжения люди жили на верхнем этаже, к которому можно было добраться только при помощи приставной лестницы. Здесь же находились спальные помещения. В некоторых домах в одном помещении могли жить сразу несколько семей. Мох и тропа служили изоляционным материалом от шума соседей. Дома бюргеров были наиболее богато обставлены, имели меблировку и украшения, в отличие от жилищ ремесленников. Внешне такой дом мог выглядеть так. Трехэтажная постройка с высоко приподнятой черепичной кровлей. Последняя спускается не на две, а на все четыре стороны. Наверху стены, закрывая часть кровли, чередуются зубцы, а по углам стоят небольшие шестиугольные зубчатые башенки. Ниже башенок и зубцов тянутся, опоясывая верхнюю часть стены, лепные украшения. Под самым почти орнаментом расположился ряд окон. Дверь, ведущая в дом, напоминает наши ворота. В нее может свободно въехать нагруженный доверху ввоз. Почти весь фасад дома покрыт различными изображениями. Тут нарисованы женщины, занимающиеся пряжей, шитьем, тканьем и другими работами. Изображения как бы указывают на характер домохозяина его семьи с целью своей жизни избравших труд. Крепкая дубовая дверь почти вся сплошь обита железом. Тяжелая колотушка в виде головы какого-то зверя висит тут же на цепи. Также при внимательном рассмотрении видно, что на множестве картин дома присутствуют на заднем плане и видны через открытые окна или же отражаются в зеркалах. Такой прием, судя по всему, был популярен в живописи. Сразу за входной дверью находились сени со сводами, опирающимися на толстые круглые столбы. Нижнее помещение вообще носило подсобный характер. Здесь были расположены рабочие комнаты, принимались товары, вели счета и так далее. В одной из комнат этого этажа мог находиться письменный стол хозяина со множеством отделений, ящиков и доской, которая в случае надобности может закрыть весь стол, так как она поднимается и опускается наподобие верхней доски у фортепиано. На столе, кроме больших ножниц, всевозможных бумаг и других необходимых для письма предметов, стоят еще и небольшие песочные часы. Но, напомню, нижний этаж – не жилое помещение, а, скорее всего, контора. Чтобы проникнуть в жилище хозяина, вы должны подняться по этой широкой каменной лестнице. Дневной свет проникает в комнаты через окна, составленные из небольших круглых стекол зеленого цвета. Каждая из них заключена в свинцовую рамку. В древнейшую пору в домах городских обывателей окна оставлялись совершенно открытыми, то есть представляли собой простые отверстия в стене с крестообразным переплетом или покрывались промастерной бумагой пузырем. Каждая из окон по необходимости снабжалась тогда внутренними ставнями. Стоило закрыть ставни, и комната погружалась в темноту. Потом стали прорезать верхнюю половину ставни и вставлять в отверстие стекла. Сделалось светлее, но вполне естественно было желание дать свое жилище доступ еще большему количеству света. Тогда снабдились стеклышками и нижнюю половину ставни. В комнатах стало совсем светло, но чтобы хорошенько рассмотреть что-либо на улице, все-таки приходилось открывать раму, так как видеть ясно через тогдашние стекла было невозможно. Напомню, что технологии приготовления прозрачного стекла еще не были известны. В домах подобных, рассматриваемом нами, стены комнаты выкладывались до самого потолка деревом. Эта деревянная обшивка покрывалась резьбой и живописью. Живописные изображения на комнатных стенах были похожи на рисунки, покрывавшие лицевой фасад дома. Но, конечно, так украшались главные, так сказать, парадные комнаты, тогда как настоящие жилые помещения выглядели гораздо проще. Случалось, что потолки, так же, как и стены, покрывались резьбой или живописными изображениями. Балки не маскировались, а оставались на виду. Двери отличались мощностью и так же украшались резьбой. Пол, как и в замках, имел вид огромной шахматной доски, так как составлялся из чередующихся между собой каменных плиток белого и красного цвета. Отопление помещения имело первостепенное значение. В целом, камин мало чем отличался от замкового. Его внешний вид и богатство декора зависело лишь от состоятельности хозяина дома. На портале камина так же крепились подсвечники и ставились различные безделушки. Перед камином ставилась скамья, обычно спинкой, к огню. Остальные комнаты отапливались израстовыми печами. Они были на ножках и очень походили на какую-то тяжелую мебель, вроде огромного шкафа или буфета. В очень богатых домах делались фигурные ножки, известно сохранившаяся до наших дней печь, ножки которой сделаны в виде стоящих львов, поддерживающих всю печь. Непосредственно к печи прилегала лежанка, куда забирались желающие погреться. Обстановка также свидетельствовала о состоянии хозяев. Вокруг стен расставлялись крепкие деревянные скамьи, иногда с богатой резьбой. На них клались подушки. Кроме скамеек были в употреблении кресла, напоминающие своим видом те кресла, которые ставятся теперь перед письменными столами. Столы отличались массивностью. Они опирались не на четыре ножки, а на два устоя, соединенные друг с другом, поперечно перекладенные. Иногда верхняя доска делалась из какого-нибудь камня или покрывалась различными изображениями. Тут можно было увидеть Соломонов, суд, жертвоприношение, Авраама, а известен стол, расписанный Иеронимом Боском, на котором были изображены семь смертных грехов. Часто вместо стола использовался большой сундук. Очень распространены были низкие большие шкафы на ножках, по-видимому, для белья и разных мелких вещиц. Впрочем, шкафы заменялись иногда полками, на которых расставлялись различные предметы домашней утвари. Необходимую принадлежность каждой комнаты составлял рукомойник с повешенным около него полотенцем. Зеркала употреблялись выпуклые, но вряд ли, впрочем, у кого-либо могла явиться охота без всякой надобности подходить к подобному зеркалу и разглядывать себя в нем, так как изображение получалось довольно непривлекательное. окна богатых домов драпировались роскошными шторами. Их либо вывозили с востока, либо изготовляли в Европе. В последнем случае шторы представляли собой гобелены с различными рисунками. В Нидерландах существовал налог на шторы. Считалось, что если окна закрыты за навесами, то хозяевам дома есть что скрывать. Так же, как и в замках, освещались комнаты стенными подсвечниками и люстрами. Уже и тогда было в обычае развешивать по стенам портреты и священные изображения. В самых богатых домах можно было увидеть часовой шкаф. Из остальных предметов обстановки назовем музыкальные инструменты, лютню, арфу, ручной орган, а также и клетки с птицами. Из птиц предпочитали соловьев и говорящих попугаев. Коротали свое время игрой на небольшом ручном органе. Один перебирает клавиши, а другая действует мехами. Если мы перейдем из гостиной, так назвала Анна только что описанную комнату, в столовую, мы встретим здесь лишь один новый предмет, несколько напоминающий открытые буфеты. Это ряд полок, расположившихся наподобие лестничных ступеней. На этих полках расставлены лучшие блюда, кружки, кубки, бокалы, сделанные из раскрашенной и глазированной глины, или из стекла, или из золова. А были тут также золотые и серебряные сосуды. Главным предметом в спальне, конечно, была постель. Постельная рама перетягивалась ремнями, на них клали матрас и покрывали его простыней. Наволочки подушек большей частью, как и теперь, делались из белого полотна, но были в употреблении также цветные. Во многих местах необходимую принадлежность тогдашней постели составлял балдахин. Он представлял собой раму, прикрепленную посредством железных стержней к потолку. Эту раму обтягивали материей, последняя не спадала до полу, образуя занавески, легко передвигавшиеся на кольцах. Занавески делались обыкновенно из красного шелка на зеленой шелковой же подкладке. Кольца, на которых передвигались занавески, маскировались длинной бахромой. У постели всегда ставилась ножная скамейка или даже устраивалась ступенька. На полу растилался ковер. Конечно, прихотливый вкус богатого горожанина сказывался и на внешнем виде постели. Как другие предметы домашнего обихода, так и постель украшалась богатой резьбой и нередко представляла собой весьма изящную вещь. В иных домах вместо балдахина устраивали нечто вроде глубокого деревянного шкафа, открытого с одной стороны и имеющего отверстия для доступа воздуха с другой. Из других предметов домашней обстановки заслуживают нашего внимания большие шкафы для хранения платья и белья. Делались они обыкновенно из дуба и ясенего дерева. Их матовая поверхность покрывалась резьбой и рисунками. Весьма многие средневековых шкафов сохранились до наставшего времени. Заглянем теперь в кухню, для чего мы должны оставить верхний этаж и спуститься снова вниз. В углублении ее помещается очаг под колпаком, доходящим до самого потолка. Над огнем, расположенным на очаге, висит на цепях большой котен. Вдоль стен стоят столы. На полках и в небольших висячих шкафах расставлены необходимые для приготовления пищи приборы, небольшие сосуды, ножи, ложки и другое. Здесь мы видим глиняные кувшины разнообразной формы, высокие кружки желтой меди с ручками и крышками, ступки. В жилище, рассмотренном нами, мы встретили уже много предметов роскоши. Прошло еще немного времени и дома богатых бюргеров превратились в дорогие дворцы с великолепной обстановкой, драгоценными плитами, яркими коврами, изящными стеклянными окнами, тонкой резьбой, золотой и серебряной посудой. Одним словом, и в их среду проникла ослепляющая роскошь. Впрочем, и это стремление к роскоши, и это высокомерие рассматриваются совершенно справедливо, как ответ со стороны горожан на ту надменность, с которой относились к ним высшие сословия. Надевая на себя роскошные костюмы, окружая себя блестящей дорогой обстановкой, горожанин находил во всем этом некоторое удовлетворение, оскорбляемого в нем чувства человеческого достоинства. К чести горожанина богача следует отнести его широкую благотворительную деятельность. Он тратил большие деньги не только на безумную роскошь, но также и на пользу меньшей нуждающейся братьи. Содействовал устройству больниц и домов для презрения бедных. Здесь же стоит упомянуть Нюрнбергский устав о нищих, изданный в 1498 году. После того, как почтенный совет узнал, что имеются нищие и нищенки, которые ведут себя нечестивым, неподобающим и неприличным образом, и что некоторые лица нищенствуют в Нюрнберге, совершенно не нуждаясь в этом, наши господа из совета, желая обеспечить бедным, нуждающимся людям милостыню как источник их пропитания, строго предписали соблюдение приводимого устава. Наши господа из совета постановляют, что ни один бюргер или бюргерша, гость или гостья не имеют права просить милостыню в Нюрнберге ни днем, ни ночью, если они не получили разрешение на это от почтенного совета. Получившие же это разрешение могут просить милостыню лишь в том случае, если они открыто носят на одежде знак, который им будет дан. Кто будет просить милостыню без разрешения и без знака, тот изгоняется из Нюрнберга на целый год и не имеет права приблизиться к нему на расстоянии одной мили. Нищим и нищенкам, которые стесняются просить милостыню днем и хотят делать это лишь ночью дается особый знак. Причем летом им разрешается нищенствовать не больше двух часов с момента наступления ночи, а зимой не более трех часов с этого момента. При этом они должны носить с собой свет соответственно общим городским предписаниям. Прежде чем получить разрешение и знак каждый нищий и нищенка должны рассказать члену совета всю правду о своем имущественном и телесном состоянии и о том есть ли у них семья или они одиночки и сколько у них детей, чтобы можно было понять точно ли они нуждаются в милостыне. Скрывавший правду в течение года удаляется на милю от города. Нищим, имеющим при себе детей, один из которых старше восьми лет и не страдает болезнью или хилостью, не разрешается просить здесь милостыню, ибо они могут заработать на жизнь. Но нищий или нищенка, имеющий четверых или пятерых детей в возрасте моложе семи лет и лишь одного старше восьми могут получить указанное разрешение. Имена тех детей нищих и нищенок, которым исполнилось восемь лет, которые не страдают болезнью и слабостью и которым их родители не доставили работы, должны быть записаны городскими слугами, чтобы можно было попытаться найти для них работу здесь или в деревне. Нищие и нищенки, получившие разрешение просить здесь милостыню и не являющиеся ни калеками, ни хромыми, ни слепыми, не должны в будние дни праздно стоять перед церковью на паперте, но должны прясть или делать другую доступную им работу. Почтенный совет обращает особенное внимание на нищих. Если они будут вести себя неподобающим образом, то он накажет их по своему усмотрению. Запрещается бюргерам, жителям Нюрнберга и поварам держать у себя нищего больше трех дней без разрешения членов совета, заведующих этим делом. За каждый лишний день с каждого лица полагается штраф в 10 фунтов. Старшины под надзору за нищенством сумеют донести о таком лице. Своего рода социальным центром города была таверна. Сеньоры всячески поощряли ее посещение, поскольку чаще всего речь шла о таверне, принадлежащей сеньору, где разливали его вино и пиво, с которого он же удерживал акцизный сбор. Напротив, приходской священник порицал этот центр порока, где процветали пьянства и азартные игры, видя в нем соперника приходу с его проповедями и церковными службами. таверна собирала не только людей одной деревни или квартала. Кварталы, кстати, были еще одной ячейкой городской солидарности, игравшей важную роль в позднее средневековье, как и улица, на которой группировались выходцы из одной местности или представители одного ремесла. таверна в лице хозяина играла роль кредитной кассы. Она принимала также и чужестранцев, поскольку была и гостиницей. Беседы формировали там менталитет, а поскольку выпивка распаляла умы, таверны способствовали тому, что средневековое общество обретало свою возбужденную тональность. Это пьянящее чувство вселяло в средневековье брожение, чреватое вспышками насилия. Там также распространялись новости, слухи и легенды. Во времена нашего Джузеппе в этом плане ничего не поменялось. Вот почему он, отправляясь в город, друзья, непременно наведывается и в таверну. В моем представлении трактирщиками были грубые и тучные мужчины, постоянно снуючие между столами в своем заведении. С утра до поздней ночи они обслуживают клиентов и получают взамен гроши. Однако трактирщиками не всегда были представители сильного пола. На самом деле немало женщин тогда заведовали подобными заведениями. И они вовсе не бедствовали, а были очень даже состоятельными людьми. Дело в том, что клиентами городских трактиров зачастую становились государственные чиновники, представители духовенства и торговцы. У всех у них имелись деньги, и за качественно предоставленный сервис, чистую кровать, уход за лошадьми, вкусный обед и так далее они хорошо платили. Кроме того, трактирщики всегда были в курсе всех сплетен, новостей и событий. Грамотно пользуясь информацией, они нередко становились владельцами различных магазинов и предприятий. А тех, кто имел безупречную репутацию, вдобавок избирали на ту или иную общественную должность. Наша Аннушка из семьи ремесленников ее отец мастер кузнечного дела. Мальчиков и девочек воспитывали по-разному. Аннушка до свадьбы оставалась на материнском попечении. В семье она получила определенное образование и училась выполнять всю домашнюю работу. Братья семи лет обучались родительскому ремеслу. Отец мог заниматься ремеслом в собственной мастерской, так как имел звание мастера. За собственные деньги он покупал необходимое оборудование, сырье и изготовлял изделия полностью. У его отца были помощники, подмастерья и ученики. Экономической основой западноевропейского средневекового города было ремесло. Ремесленники одной или нескольких родственных профессий объединялись в цеха. Этому способствовало несколько причин. Во-первых, вместе ремесленникам было легче защищаться от своего лифиадалов. Во-вторых, цеха имели больше возможностей бороться с конкуренцией пришлых ремесленников. В большинстве городов принадлежность к цеху была обязательным условием. Главная функция цехов – контроль над производством и продажей ремесленных изделий. Важнейшие вопросы жизнеобеспечения цеха решались на общих собраниях мастеров, которые считались главным органом управления. Здесь принимали устав, регулировавший функционирование цеха. За соблюдением норм и порядка в цехах следили старшины, избираемые из мастеров. Согласно уставу, каждому мастеру позволялось иметь строго определенное количество инструментов и станков, подмастерьев и учеников. запрещалось работать ночью в праздничные дни. В канун праздников рабочий день сокращался. В уставе указывалось, какое количество сырья закупать и сколько продукции производить. Запрещалось иметь слишком большие запасы сырья, чтобы в случае его избытка экономный мастер не воспользовался непредвиденными непредвиденными прибылями. Большое внимание уделялось качеству товара. Если ремесленник изготавливал некачественные изделия, это позорило весь цех, поэтому безответственных мастеров наказывали. Например, в Лондоне пекаря, сэкономившего на муке и продавшего ковригу неустановленного цехом веса, сажали в клетку и возили по городу всем на посмешище. А в Париже некачественные товары выставляли у позоротного столба. Вот бы и сейчас так было бы здорово. Известный устав парижских производителей оловянной посуды 13 века не смогла пройти мимо не зачитать вам. Первое. Каждый, кто хочет быть в Париже производителем оловянной посуды, может свободно им быть, чтобы только хорошо и честно работал, и может он иметь столько подмастерьев и учеников, сколько захочет. Второе. Никто из производителей оловянной посуды не может работать ночью или в праздничные дни, когда весь город празднует. А кто так учинит, обязан заплатить королю пять суш штрафа, поскольку ночное освещение недостаточно для того, чтобы он мог хорошо и честно заниматься своим ремеслом. Вот так. Третье. Производитель оловянной посуды по праву должен создавать всевозможные изделия своего ремесла лишь из доброкачественного сплава, как дело этого требует. Если же делает иначе, теряет изделия и платит королю пять суш штрафа. Пятое. Никто не может и не должен продавать старые оловянные изделия, как новые. А когда кто-то кучине должен королю пять сумм штрафа. Да, разговор короткий. Цеха были тесно связаны с жизнедеятельностью городских ремесленников. Каждый цех имел свое помещение для проведения собраний, заседаний старшины и организации перрол и хранения казны, пополнявшейся за счет взносов или штрафа. Цеха могли оказать помощь сиротом или вдовом умерших мастеров. Они также сооружали церковь или часов не учесть святого, покровителя, ремесла. А что касаемо семьи и брака. В эпоху средневековья брак считался семейным делом и находился на попечении церкви. Эта опека заключалась в попытке церкви контролировать заключение брака. Брак считался законным, если молодые их семьи выполняли специальную церемонию обручения, предписание при данном невесте, объявление даты свадьбы, освящение брака священникам в присутствии свидетелей. Церковь запрещала жениться монахом, а с одиннадцатого века и католическим священникам. Не одобрялся брак со студентами, солдатами или слугами до тех пор, пока они не обзаведутся собственным делом, источником дохода в будущей семье. Как правило, и городские, и сельские девушки выходили замуж приблизительно в 16 лет. Бывало, что невеста была и младше, да и поздние браки также не были в диковинку. Например, флорентийский купец мог выдать дочь замуж и в 24 года. Обычно муж был старше, порой на 20 лет и больше, ведь на время бракосочетания он должен был иметь средства обеспечить семью. Женщина, выходя замуж, получала преданное. Его размер зависел от благосостояния ее семьи. Семейные связи в повседневной жизни были очень важными, поскольку обеспечивали поддержку всей родни. Особенно ярко это проявлялось в церковной сфере. Родственники и друзья некоторых семей на протяжении многих поколений занимали кресло аббатов и епископов в разных монастырях и епископствах. В средневековой семье главой был мужчина. Он имел неограниченную власть над всеми ее членами, но в то же время обязан был защищать и отстаивать их права и интересы вне семьи. Как должное воспринималось, что муж работал во дворе мастерской поле, а жена трудилась в доме, прежде всего готовила еду и шила одежду. Христианская церковь учила, что жена должна повиноваться мужу. И она повиновалась. Только нередко и работала наравне с мужчиной и вела дела его после смерти его. В каждой семье рождалось много детей, десяти и больше, однако выживали не все, в большинстве случаев двое-трое. В обычной средневековой семье было преимущественно пять-шесть человек. Детей иногда использовали как свидетели в судебных делах. Например, когда нужно было восстановить границы владения, заинтересованные лица обходили поля и вели за собой детей или подростков, которых время от времени Биль считало, что так ребенок лучше запомнит условия соглашения и сможет при надобности рассказать о них в суде. Очень гуманно. Слову свидетеля тогда больше верили, чем записям в документе, поскольку население в основном было неграмотное. Жизнь обычного человека в средние века сильно отличалась от современной. На улицах не было такси и супермаркетов, а дома, канализации и водопровода. Дети не ходили в школу, а взрослым приходилось работать по многу часов в день. Добавьте сюда смертельные болезни, войны и стихийные бедствия, и получится, что средневековый мир столетиями скорее выживал, чем жил. Так кому же в средние века жилось хорошо? Женщинам? Быть женщиной в средние века значило выйти замуж 12-18 лет и родить с десяток детей, из которых выживут лишь двое-трое. зачать, родить, пеленать, стирать, стряпать, опять зачать, опять родить, опять пеленать, стирать, и так примерно до 40 лет. Женщины побогаче могли передать чай с дел служанкам, а себе оставить только беременность, роды и вынашивание. Тогда они могли рассчитывать по редким светским праздникам на турнир и пару лесных песен от заезжего поэта. В конечном счете мир женщины ограничивался несколькими комнатами, кухней, рынком, церковью, колодцем. Обычная семья попросту беспрерывно производила потомство. В 1461 году одна жительница Ароса в 29 лет овдовела с 11 детьми на руках. А может рыцарям в средние века жилось хорошо? Рыцарям приходилось нелегко. Одна только кольчуга весила килограммом 10. Вдобавок в руках они удерживали копье в 2 метра длиной, щит и обоюда острый меч. В результате получался этакий средневековый танк. Всадник сливался с конем в одно целое и легко наводил ужас на отряды пеших воинов. Разлучаться с лошадью, например, в результате падения было смерти подобно. Если рядом не окажется верного оруженосца, встать будет практически нереально из-за тяжести лад. Да и враг не дремал. С помощью тонкого кинжала, проникающего в любые щели, он брал незадачливого рыцаря в плен, чтобы после получить серьезный выкуп. И каждой рыцарской жизни по всем героическим знаком отличия можно было назначить цену. А может монахам хорошо жилось. Жизнь монаха управлялась уставом святого Бенедикта. Послушники должны были читать и писать на латыни, а их труд зачастую состоял в переписывании книг. Дневную норму составляла добрая сотня строк. Вообще монастырский день с раннего утра или поздней ночи был расписан по часам. А на общие молитвы приходилось вставать в том числе и затемно. Молитвенные практики полностью определяли распорядок дня. Монахами было выгодно становиться внебрачным детям или бедным. Средневековый послушник отказывался от самого себя и всех радостей жизни, тем самым становясь равным своей родне и даже своему сеньору и государю. Можно было даже рассчитывать на хорошую церковную карьеру, если повезет, конечно. А может, горожанам? Горожане в Средневековье – это бывшие крестьяне, которые ради безопасности решили жить в узком пространстве под прикрытием каменных стен. Зачастую города возносили посреди пустых бескрайних просторов. Люди обитали в темных комнатах с общими кухнями, колодцами, выгребными ямами, с осточными канавами посреди улицы. Цены на недвижимость были кусачими, так в Милане XII века земля в черте города стоила в 36 раз дороже, чем за стенами. Эти каменные мешки представляют собой облюбованные гидами и туристами исторические центры современных городов, разросшихся в эпоху индустриализации и успеха в экологии. Жить в них почти невозможно сегодня и было не слишком удобно тогда. А может крестьянам хорошо жилось? дом крестьянина представлял собой обычную лачугу с земляным полом. Разумеется, без окон. В холодное время года их просто нечем было заслонить. Сначала семьи спали все вместе около очага единственного теплого места в доме. Свои, чужие, родные, близкие, соседи, приглашенные, трезвые, пьяные. Интим тогда еще не придумали, не до того было. Нужно было греться. Когда кто-то додумался подвинуть очаг к стене и надстроить над ним дымоход, то появилась возможность отапливать отдельные помещения. Зимой в доме вместе с людьми жила скотина и птица, которая иначе просто не пережила бы морозом. Жизнь наших далеких предков во времена средневековья трудно назвать простой. Осознавали ли они свои несчастья или же были счастливы тому, что имеют? Ну, вот такое, друзья, у нас с вами путешествие сегодня было. Небольшое знакомство с Аннушкой у нас, с ее семьей произошло. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам была интересна тема. Я желаю всем мира, здоровья, и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры